Хэй, привет! Арт Абсурд – это рубрика, когда аудитория предлагает свои абсурдные и сумасшедшие идеи, а я уже, как художник, должна это изобразить, подключив свою фантазию. Тема этого выпуска – любовь. Первый запрос – Валентинка дарит человека другой Валентинке. Сам по себе этот запрос безумно клёвый. Обожаю, когда что-то меняют местами вот в таком интересном ключе. Кстати, когда я училась в школе, у нас, помню, был ящик любви, когда все складывали свои подарочные Валентинки за пару дней до праздника. И уже 14 февраля учитель публично в классе их раздавал ученикам. Лютый зашквар был в том, что это не был романтический жест, когда кто-то кому-то признается в чувствах. Это была показуха. Нашлись весьма, в кавычках, умные девочки, которые сами себе покупали Валентинки по 10-15 штук. И сами себе же их отправляли, чтобы показать всему классу, какие они у нас популярные. Ой, это был, да, тот еще зашквар. И слава богу, что мои школьные годы уже давно-давно прошли. Второй запрос – антикупидон. Очень долго думала над этим запросом и не знала, как его изобразить и как правильно можно его подать. Я представляла, что антикупидон – это ребенок, но олицетворяющий не любовь, а противоположное чувство – ненависть. Вместо ангельских перышек у него демонические алые крылья, вот так, как у демона. Жестокий и одновременно хитрый взгляд, словно он что-то задумал нехорошее. И также сам его окрас отличается от обычных милых купидончиков. В его образе будут преобладать темные и красные оттенки. Чтобы это подчеркнуть, я нарисовала на заднем плане испуганных купидонов любви, в нежных классических цветах. Вообще, я младенцев рисую очень-очень редко, как-то это не совсем моя тема. Хотя, большие головы и пухлые ручки оказалось рисовать весьма просто. Следующий запрос – любовь инопланетной русалочке к афроамериканскому парню. Когда я прочитала этот запрос, я подумала, что просто что, вот это реально тема. 100% я это попытаюсь изобразить. Потому что сразу представила, что по этому запросу можно даже какой-нибудь фантастический роман написать. Вот не могу объяснить, почему меня зацепила эта тема, но она вот конкретно зацепила. Итак, я рисую не взрослую пару парня с инопланетной русалочкой, а милую детскую версию, чтобы в рисунке читалась романтика и некая влюбленность, наивность, как в мультфильме «Рыбка понья на утесе». Над дизайном русалочки я долго думала и, признаюсь, не совсем довольна ее итоговым концептом. Но все же, я ее вижу как зеленовато-бирюзовое существо с темными, далеко посаженными глазами. Обязательно с русалочьим хвостом, само собой. Но так как она инопланетная, то она плавает в пространстве и окружена такой легкой космической дымкой. Вот, вот так вот. Четвертый запрос. Пара, давшая клятву, пока смерть не разлучит нас, встретилась после смерти. Тут у меня рисунок вышел весьма банальным, но я захотела сделать акцент на цвете в иллюстрации. Ранее никогда не доводилось рисовать привидения, поэтому это мой первый опыт в прозрачных людях. Я нарисовала полузаброшенное кладбище в лесу, где на переднем плане показаны два надгробия. И на фоне темных деревьев появляются два призрака, которые держатся за руки. Вышло, увы, на мой личный взгляд, опять же повторюсь, банально. Можно было бы мне и покреативить слегка, но вроде бы в тот же момент это мило. И атмосфера иллюстрации мрачная, темная, ночью на фоне луны, но при этом есть тут какая-то легкость и милота, что ли. Нет страха, есть только любовь, даже после смерти. Последний запрос. Шашлык из сердечек, который едят влюбленные тираннозавры и вокруг них летают маленькие динозаврики-купидончики. Это выпуск открытий. Я сейчас впервые пытаюсь нарисовать динозавров. Ранее я вот их никогда не рисовала, но, как говорится, не было нужды. Запрос клёвый, настоящий арт-абсурд. Предупреждаю сразу, взгляд у динозавров будет максимально всратый. Я эту парочку представляю слегка так и пришибленной. Вот вы хоть когда-нибудь пробовали шашлыки в виде сердечек? Вот и они тоже не пробовали, поэтому они слегка навеселее. Один динозавр будет зелёного оттенка, а другой коричневого. Кто из них какого пола, это уже решайте сами. Я не ставлю никакие рамки. В запросе также было сказано, чтобы вокруг них летали динозаврики-купидончики. Я, как настоящий лентяй, решила изобразить в конце обычных птерозавров. Только с розовыми платочками. Ништяк я выкрутилась, согласитесь. Ну что, арт-абсурд подходит к завершению. Мне очень интересно, какая любовь вам понравилась больше всего. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это Валентинка дарит человека-другой Валентинки. Анти-купидон. Любовь инопланетной русалочки к афроамериканскому парню. Пара, давшая клятву, пока смерть не разлучит нас. Шашлык из сердечек, которые едят влюблённые тираннозавры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова